В совместной декларации, принятой участниками саммита стран Восточного партнёрства Европейского союза, была отражена поддержка ЕС территориальной целостности всех стран-партнёров, включая Азербайджан, в рамках его международно признанных границ. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Лила Абдулаева. Азербайджан всегда выступал против построения программы «Восточное партнёрство» в конфронтационном контексте. Этот принцип отражён в самой совместной декларации. Восточное партнёрство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо. Позиция нашей страны заключается в том, что страны-члены ЕС и страны-партнёры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу «Восточного партнёрства». С другой стороны, программа должна служить не только отношением стран-партнёров ЕС, но и развитию отношений между ними. Программа «Восточного партнёрства» не должна проводить политику, подрывающую отношения высокого уровня, который страны-партнёры установили с третьими странами вне программы. По причине несоответствия выраженных в совместной декларации взглядов по Беларуси принципом внешней политики Азербайджана, Бакуй заявил, что не разделяет позицию по Беларуси в 11-м пункте декларации. Отмечается, что Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека гуманитарным вопросом и двойным стандартам. Ещё одна оговорка Азербайджана касалась территорий, затронутых конфликтом, в техническом приложении к совместной декларации. Так, в документе отмечается, что ЕС будет поддерживать организации, действующие за пределами столиц на территориях, пострадавших от конфликта. Азербайджан в своей оговорке подчеркнул необходимость осуществления деятельности на этих территориях по запросу и согласию страны, которой принадлежит территория. Эта позиция основана непосредственно на международном праве и суверенных правах государств. В совместной декларации также содержится призыв к глобальной солидарности, усиленному сотрудничеству и многосторонности в предотвращении пандемии, смягчения и устранения её последствий.